Разрушенные и восстановленные храмы Москвы. Выставку с таким названием можно увидеть в центре столицы на новой площади в храме апостола Иоанна Богослова под Вязом, который является домовой церковью Российского Православного Университета. Экспозиция посвящена архитектурному облику православной Москвы, ее храмам, часовням, монастырям, как в прошлом, так и в наши дни. Наш корреспондент Эльвира Гордеева расскажет подробнее. Пространство, где представлена экспозиция – это верхняя, пока не отреставрированная часть Иоанна Богословского храма, что под Вязом. По замыслу организаторов, разоренная галерея церкви сама по себе является наглядным экспонатом выставки. Здесь представлены около 40 выдающихся московских православных памятников. Одни сохранились до наших дней, другие были восстановлены, третьи исчезли навсегда, и увидеть их можно лишь на старинных фотографиях и изображениях. У каждого из них своя особая судьба. Каждому посвящен отдельный стенд, где архивные фотографии конца XIX – начала XX века наполняются видами Москвы сегодняшней и описанием каждого памятника. Наш комплекс на Новой площади и домовый храм Российского православного университета сегодня является сердцем духовной работы студенчества. Здесь пребывает наша такая внеучебная студенческая жизнь и во многом здесь развивается культурная деятельность. И в частности на этой выставке, разрушенной восстановлением храма Москвы, студенты проводят экскурсии. И проводят себя в качестве экскурсоводов, знакомятся с гостями, участвуют в живом общении об истории Москвы, о архитектуре, о православной жизни города и России в целом. И для них это большой опыт. И опыт в том числе и экскурсионной деятельности. Для музея Москвы, который вместе с Российским православным университетом является соорганизатором выставки, эта церковь – знаковое место. Ведь в этих стенах музей располагался более 70 лет. С 1935 по 2009 год. В центре экспозиции – историка Иоанна Богословской церкви. А вокруг разместились стенды, рассказывающие о других московских памятниках церковной культуры. Путешествуя, что ли, по нашей выставке, можно выйти за пределы церкви, пройтись по Москве и вновь увидеть эти храмы уже по-новому, уже зная их истории, их судьбы. По-моему, это всем интересно и пожилым людям, и молодым. Разных профессий, разных увлечений. Поэтому приходите к нам на выставку, мы будем очень рады. Для всех желающих познакомиться с представленной экспозицией в галерее храма проходят экскурсии. С подробным рассказом не только о масштабах разрушений московских церквей в советские годы, но и о том, как проходили восстановительные работы и были спасены многие святыни Первопрестольного Града. Посетители увидят макеты московских храмов, предоставленные архитектурным институтом, а также инсталляции художника Александра Петлюры. Эта выставка, мне кажется, не раздельна с той выставкой, которая существует и действует сейчас в Высокопетровском мужском монастыре. Почему? Потому что там отец-наместник тоже богословил такую, и она называется «История монашеских общин при Высокопетровском монастыре». То есть он рассказывает о Малой Церкви, то есть о тех людях, которые несли в эпоху гонений свой путь исповедничества и новомучениства. А здесь непосредственно у нас выставка является продолжением той непосредственно людских судеб, которые существовали, непосредственно уже храмы. То есть непосредственно где дома особого присутствия Божия и какая у них судьба до эпохи гонений и безбожия, и в эпоху гонений. Для тех же, кто любит побродить по выставке неспешно и в одиночестве, двери экспозиционного пространства храма Иоанна Богослова под Вязом открыты с понедельника по воскресенье с 9 до 18 часов. Выставка «Разрушенные и восстановленные храмы Москвы» продлится здесь до апреля 2019 года. Продолжение следует...